Возможно, у кого-то из вас тема моего доклада вызовет дежавю. Это потому, что в прошлом году у меня была похожая тема. Тоже о клитиках славянских диалектов я рассказывала, только о глагольных. А в этот раз расскажу о местоименных. Сначала кратко напомню, совсем кратко, что славянский язык это самый северный из южнославянских языков, как вы знаете. Он не входит в Балканский языковой союз. Некоторые исследователи относятся к Центральноевропейскому языковому союзу, но в этом углубляться не будем. Просто запомним, что славяне это не Балканы, это Альпе. Треть страны занимают Альпе, а славянский язык последние тысячи лет находится под влиянием немецкого. Кроме того, на окраинные славянские диалекты с разных сторон влияют итальянский, фреульский, венгерский, а агористый рельеф славянской языковой территории поспособствовал яркому диалектному разнообразию. К сожалению, первые сколько-нибудь объемные памятники славянского языка относятся к середине XVI века. Для изучения восточнославянских языков, например, это было бы катастрофой. Ведь все самое интересное в языковом отношении у нас произошло уже к XIII веку. А вот у славянцев в XVI веке масштабные языковые изменения только начались. И одним из таких изменений стало формирование дистрибуции полных эклитических форм личных местоимений. Сейчас в славянском литературном языке эта дистрибуция уже очень четкая, а по диалектам еще гуляет. Где-то она близка к завершению, где-то еще только формируется. Это известный факт. Вот славянский лингвист Матье Мурку писал об этом еще в 1891 году. Но системного обзора по диалектам как не было, так и нет. Ну, точнее, вы его услышите прямо сейчас. Я обработала диалектный материал объемом 2500 страниц из 288 населенных пунктов на территории Словении и соседних стран и составила атлас славянских клитик. Небольшой карт на 40 и пару карт из которого сегодня вам покажу. Но сначала расскажу о самой дистрибуции местоименных форм. В славянском литературном языке у всех личных местоимений есть полные формы и клитические формы дательного, родительного и винисиного падежей. На самом деле не очень корректно называть клитические формы кратким, но вы, наверное, ждете от меня противопоставления полные и краткие, правда? Но это не очень корректно, потому что, посмотрите на рыжие поля. У некоторых местоимений и клитические, и полные формы выглядят одинаково. Из них никакая не короче другой. Или вот на голубые поля, глядите. У этих местоимений клитические формы тоже ничуть не короче полных, отличаются от них только отсутствием ударения. Но ударение я уж не стала писать, вы меня извините. Просто поверьте мне, что у клитик его нет. В целом система, вы видите, очень симметричная и очень красивая. Давайте посмотрим на формы единственного числа. В серединке я воткнула возвратное личное местоимение, потому что оно хорошо сюда подходит. Красота, правда? Ми-ти-си, мэ-те-се, мэ-ни-тэ-би-сэ-би, мэ-на-тэ-бэ-сэ-бэ. Вот так и не скажешь, что эти формы образовались в языке совсем не одновременно, правда? Клитики дательного падежа ми-ти-си, они самые древние. Они отмечены еще во фрезенгенских отрывках и в старославянских памятниках. Явно они были клитиками уже в прославянском языке. Вот вам фрезенгенский пример. И вот вам внизу, как бы это звучало на современном словенском, тоже это самое ми у нас есть в неизменном виде. Красота. А у родительного падежа изначально были только полные формы. Мэ-не-тэ-бэ-сэ-бэ. Не был у него клитик. А вот у винительного были только краткие. Мэ-н-тэ-н-сэ-н. После динозализации носовых из-за их краткости они переосмыслились как клитики. И замечательно. Смотрите, какая симметрия получилась с дательным. Получается, родительный и винительный падежи совершили такой взаимовыгодный обмен. Родительный дал винительному как бы свои формы как полные, а винительный дал родительному свои формы как клитики. Красота. И вот у них обоих есть клитические формы мэ-тэ-сэ и полные формы мэ-на-тэ-бэ-сэ-бэ. И все остальные формы в этих падежах пошли по тому же пути унификации, кроме одной единственной формы местоимения о-на. В родительном она е-не, а в винительном йо-ньо. Вот единственная, где тут родительный и винительный расходятся. У остальных форм истории еще запутаннее, но мы в нее углубляться сейчас не будем. Просто отметим, что славянский язык всеми силами стремится к четкости, красоте и симметрии. В литературном языке клитические полные формы функционально строго разграничены. Полные формы могут вступать в сочинительную связь. Клитические не могут. Можно сказать «видим тьяшу ин-тэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-э-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-бэ-сэ-б мы можем про них сказать, мы это говорим от противного. Полная форма могут, критики не могут. То есть мы определяем критики через три не. Отлично. Но если мы заглянем в тексты XVI века, то увидим, что полная форма спокойно использовалась и в контекстах без логического ударения. Вот вам пример из Библии Юрия Далматина. И вот как у нас это звучит в 97 году. Видите, нормальная му, потому что нет никакого логического ударения. А здесь смотрите-ка, стоит полная форма стоит не там, где критика должна стоять. Че это она? Такая вот еще неустаканившаяся система. Не существует еще противопоставления полных критических форм. Кроме того, в славянском литературном языке полные критические формы личных местоимений противопоставлены и синтаксически. Место полной формы зависит от ее синтаксической роли. А вот место и порядок критик предложения определены строгими правилами. Если в предложении несколько критик, они группируются в кластер блок. Порядок критик в кластере строго определен. Вдаваться сейчас не будем. Нам сейчас важно только, что форма третьего единственного числа настоящего времени глагола бити, она звучит как е, всегда стоит в самом конце кластера. А это значит, она может служить на надежной границе конца кластера. То есть, если полная местоименная форма расположена справа от этого е, она совершенно точно не занимает позицию клитики. В простом предложении клитика или кластер-клитик стоят после первой ударной составляющей. Такая славянская реализация закона Ваккернегеля. Но в разговорной речи и в диалектах по всей словене клитики также спокойно стоят в абсолютном начале предложения. А местоименные клитики в некоторых диалектах также могут стоять в контактной постпозиции к L-причастию, при этом не являясь частью кластера, а сами по себе. И так как это регулярное явление, то применительно к диалектному синтаксису все эти позиции я называю позициями клитик. Но вот теперь, когда мы разбрались в куче теорий, перейдем, собственно, к красивым картам. Полные формы личных местоимений функций клитических вне позиции клитик образуют дисперсный ареал в диалектах Юго-Запада Горинских, Приморских и Долиньских. А в остальных диалектах уже все прошло, система уже сформировалась. Так ли это? Узнаем. Как видите, архаик у нас сосредоточилась на Юго-Западе. Вот в примере полная форма датива стоит после правой границы кластера. Видите, Е это правая граница кластера, Мен полная форма стоит после него, значит, на дне в позиции клитики. При этом формы винительного падежа сосредоточены на северо-западной границе ареала. Там совсем уже архаика. Винительный тоже запоздал. Вот она самая архаичная штука, это прям под Альпами. Но их мало, этих винительных. Они отмечены единичными примерами в одном пункте на севере абсоческого диалекта Приморской группы и в двух пунктах на севере Горинского диалекта. А вот полная форма личных местоимений в позициях клитик дают совершенно другую картину. Как хорошо, что я решила их картографировать отдельно. Напомню, это те формы, которые ни нашим, ни вашим. Они реализуют переходный этап от 16 века, когда ее система не сформировалась к современной рецентральной норме, где все красиво и симметрично. То есть стоят там, где должны стоять клитики, а сами не клитики. Как видите, у нас тут четыре боковых ареала разного размера и плотности. Ареалы архаики. Вы знаете, мне это напоминает, как капли дождя стекают с палатки в лесу. Архаика расползается по боковым ареалам. Явно вот эта неформировавшая система покрывала всю Словению. А теперь она сползает, сползает, сползает и скоро вот вся уже сползет. Скоро уже будет наша нормальная система. Давайте посмотрим на эти ареальчики. Вот у нас сплошной ареал на восточной границе славянского искового пространства. Охватывает Прикмурский диалект и соседние пункты Словецко-Горицкого и Праликийского диалекта в Панонской группе. Вот плотный северный ареал зоны наибольшей частотности в Рожанском диалекте охватывает большую часть диалекта в Карантийской группе и клинообразно всоргается с севера в Горинский диалект и захватывает на периферии один пункт Верхнесавинского диалекта Штирийской группы. Он их зелененький, который. Компактный ареал с ядром в Севницко-Кыркском Говоре Пасавского диалекта Штирийской группы всоргается в соседний восточно-Долиньский Говор Долиньской группы. И как видите, это не единственное вторжение, как там происходит. Видите, зелененькие вот эти кружочки Штирийские потихонечку-потихонечку вторгаются именно в этом самом месте на коричневые Долиньские Говоры. То есть экспансия, это идиот. И вот то, что к литике у нас также идут, это тоже плюсик к этой экспансии. И еще один компактный дисперсный ареал расположен на юго-западе, в нотринском диалекте Приморской группы. И даже у нас есть пример оттуда. И там у Ньёй Е лепший полужай, а к угледому. Е у нас абсолютно точно правая граница кластера, Ньёй полная форма, но стоит левее граница кластера, а значит в позиции к литике. И, наконец, есть еще точечный ареал на южной границе славянского языкового пространства. Это в Костелском диалекте Долиньской группы. И это забавный пример, потому что там есть местоименная реприза, то есть дублирование полной критической форм личного местоимения. А у Ни Глида правы. Кай ми боштистадо, за кай бими миэнни тудо. Ми-мени. Вот у нас есть кластер бими, бы мне, и вот у нас есть мени, тоже датив, но полная форма. Ну, как мы знаем, например, из болгарского, македонского языков, при местоименной реприза критическая форма всегда вспомогательная, а главное как раз полная. Так что это критика тут дублетная. А главная форма это полная. Так что да, пример подходит. Но какая же прелесть эти местоименные репризы. Интересно ведут себя в позиции клитик полные формы винительного падежа. Помните, которых всегда меньше, чем дательного. И это странно на самом деле, ведь дательная клитика, она такая прославянская, архаичная, давным-давно должна была уже формировать свою оппозицию и не меняться на полные формы, а ее все равно больше, чем винительного. Странное дело, нелогичное. В Каринтийском и Иштирийско-Доленском ареалах преобладают формы винительного падежа личного местоимения первого единственного, а в Панонском ареале мы не встретились формы только третьего единственного. Получается, эти вот капли с крыши палатки, они по-разному капают. Получается, они задерживаются в разных местах. Где-то не сформировалось первое единственное, где-то не сформировалось еще третье единственное. Отдельные маленькие системы, скоро их уже, наверное, не будет, очень робко и непоследовательно ведут себя в винительном падеже полные формы. Встречаются они реже и на меньшей территории, чем формы дательного падежа. Видите, белых ромбиков, ну, совсем чуть-чуть. И, как мы можем увидеть, никакой симметрии по диалектам-то нету. Есть множество отдельных систем, где продолжает формироваться дихотомия, функциональность синтаксическая. Как обычно, с словенскими диалектами оказывается, что все сложнее, чем можно было представить. На самом деле, очень здорово, что мне пришло в голову разбить и картографировать эти явления в позиции критик и вне позиции критик отдельно, потому что, значит, была бы, во-первых, каша, а во-вторых, явно же это два абсолютно разных явления. Там у нас, если помните, был сплошной дисперсный ареал на Юго-Западе, а здесь совершенно другое явление сползает. Да, я прощу прощения, я хотел спросить про порядок критик в кластере, в блоге. Один и тот, чем я по всем диалектам, потому что мы знаем, когда бывают разные порядки, например, в кластерах. Этим я тоже занималась плотно, спасибо за вопрос. В основном у нас порядок критик довольно четкий по всей Словении. Это глагол «быть», потом это возвратное личное местоимение, сначала датив, потом акузатив, потом у нас идут личные местоимения, датив, акузатив, генитив, и потом у нас идет глагол «бит» будущего времени и третий, единственное глагол «бит» «е», собственно, как и почти во всех, точнее, во всех южнославянских языках. Причем глагольные критики конца кластера стремятся перепрыгнуть в самое его начало, присоседиться к своим товарищам, от которых они оказались оторванной языковой эволюцией, и эти попознавения наблюдаются почти по всем диалектам. Причем у критики будущего времени гораздо системнее, чем у критики «е». Но критика «е» тоже, она хоть и отстает, но весьма настойчиво в этом плане, настойчиво пытается перепрыгнуть к своим остальным, к своей остальной парадигме. Да, перепрыжки есть, датив и акузатив могут чередоваться, но таких штук очень мало. В основном там глагольные критики прыгают. Спасибо. Интересно. А сейчас они прыгают, вы прыгали, Ксения? Сэ? Приморских говрах. Спасибо большое. Спасибо.